Привет! Я с Женей расскажу вам самые интересные новости в сфере виртуальной реальности. Не, я, конечно, могу рассказать о погоде, но это будет не так интересно. Так что оставайтесь со мной и вы узнаете, как передвигать в квартире мебель одним пальцем, какой ежик получил Эмми и что общего между айфонами и покемонами. Игра Pokemon Go всеми лапами пытается удержать падающую вниз популярность. Вот решила под шумок презентации нового айфона 7 сделать адаптацию для Apple Watch. Но это такие часы, которые так любят поклонники всего яблочного. Видимо, создатели приложения надеются, что ай-часы вернут им былую славу. Ведь благодаря адаптации под гаджет теперь не нужно все время пялиться на смартфон. Теперь не отрывать глаз придется от часов, а окружающие будут думать, что вы все время куда-то спешите. Во время презентации слияния Apple Watch и покемонов разработчики пообещали, что приложение еще и будет считать калории игрока, и продемонстрировали, как это работает. Ну вот, я потерял одну калорию. Впрочем, многие уверены, часы смартфона не лучше, и игроки все равно будут попадать в неприятности. Если вам всякие Пикачу и прочая нечисть порядком поднадоела, лучше обратите внимание на игру World War Toons. Там в качестве главного героя наша русская женщина-героиня Людмила Павличенко. Не знаете, кто это? Ох, стыд вам и позор. Людмила Павличенко – это самая успешная женщина-снайпер в мировой истории. Создатели World War Toons так прониклись ее личностью, что создали персонаж Ольгу Снайперову, которая тоже прекрасно стреляет и убивает врагов. Поиграть этим персонажем можно будет бесплатно после 13 октября. Ну а в целом игра довольно забавная и мультяшная. Она доступна в VR-режиме для PlayStation VR и Oculus Rift. Кстати, про Oculus. Ребята из этой компании празднуют победу. Их еж выиграл Эмми. Виртуальный, естественно, не живой. В общем, смотрите новости, все будет понятно. Эмми – это такая телевизионная премия, которую вручают каждый год особо отличившимся в индустрии. В этом году впервые в истории статуэтку взял VR-проект. Награда досталась околусному ежу в категории «Выдающаяся оригинальная интерактивная программа». «Генри» – это мультфильм, в котором вы присоединяетесь к одинокому ежику в его день рождения. Скорее, это даже мультик для детей про ежа, у которого жизнь – боль, потому что нет друзей. Для взрослого «Генри» полная бредятина, но довольно милая. Видимо, и Эмми еж тоже хватанул за милоту. Ведь все ежи – они такие няшные. Что за садизм вообще? У этого ежа точно водобоязнь. Ему срочно нужно специальное виртуальное приложение. Его как раз разработали в Швеции специально для таких случаев. Не для ежей, конечно, а для детей. Удивительно, но в стране, богатой озерами, каждый пятый ребенок не умеет плавать и боится воды. Чтобы подрастающее поколение ненароком не утонуло, Шведская Федерация по плаванию записала интерактивный урок в режиме 360, а разработчики создали на его основе приложение. В итоге детишки купались с чемпионами, не заходя в бассейн при помощи Google Cardboard. Самое удивительное, что после эксперимента дети преодолели страх и пошли в бассейн. Так что доктор VR победил фобию. Скорее всего, раньше их просто неправильно учили плавать. Также виртуальная реальность поможет тем, кто боится получить фобию ремонта. А такая есть. В общем, появилось приложение, с помощью которых можно менять интерьер и двигать мебель одним движением руки. Тайванский стартап разработал приложение iStaging, которое позволяет перемещать по дому мебель в дополненной реальности. А также подбирать интерьер, прикидывать цвет обоев, ну или просто играться с предметами в пространстве. Также программа используется риэлторами для демонстрации недвижимости очень ленивым клиентам. Что-то похожее в свое время сделала IKEA, но в шведской программе можно перемещать только продукцию из их магазина, а в тайваньском – любую. Приложение весьма полезное. Лучше уж виртуально прикинуть новый интерьер, чем сломать, к примеру, старую кухню и потом думать, что делать. Ему, да, не знаю, что делать. Ну а теперь новость для тех, кто водку не пьет, в игры не играет, зато любит читать, к примеру, комиксы. Вы не поверите, но они тоже стали виртуальными, и первый номер бесплатный. Он называется MagneticQ. Комикс можно скачать в Oculus Store. Каждую страницу рисовалки можно просматривать в формате 360 градусов. То есть буквально оказаться внутри происходящего. В MagneticQ главный герой Неро – молодой кукловод, который путешествует по вымышленной стране Циан. Автор комикса – Эмилио Пилио. Так что скачивайте и смотрите. И обязательно напишите в комментариях, как вам такой формат комиксов. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и вам всегда будет чем блеснуть в компании. Всем добра, бобра и солнца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok